С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем выкладывать видео об интересном вокруг нас. Не так давно мы уже рассказывали вам о самом дальнем известном на тот период объекте в нашей Солнечной системе, который получил классификационное обозначение 2018, VG18 и неофициальное прозвище Forout, что переводится как далекий или дальний. Тогда мы задались непроизвольным вопросом, а сколько же этот Forout сможет оставаться самым удаленным от Земли и Солнца? Как оказалось, совсем недолго. В конце февраля 2019 года астроном Скотт Шепард из Института Корнеги в Вашингтоне заявил об открытии объекта, который удален еще дальше от Земли и Солнца, чем известный ныне Forout или 2018, VG18. Если текущее расстояние от нашего центрального светила до Forout составляет 120 астрономических единиц, что примерно в три раза дальше удаления Плутона, то открытое недавно космическое тело прибывает сейчас на 20 астрономических единиц еще дальше. А это для сравнения в 170 раз дальше от Солнца орбиты Земли или в три с половиной раза Плутонианской орбиты. Данное открытие стало возможным благодаря анализу снимков, полученных при помощи 8-метрового телескопа Subaru из обсерватории Мауна Кеа на Гавайях и ряда других инструментов. Скотт Шепард предложил называть свое открытие пока что Far Forout, что можно перевести как «очень-очень далекий». Трудно себе представить, какое же название получит согласно логике Шепарда еще более удаленный подобный объект, открытие которого в ближайшем будущем лично у нас не вызывает абсолютно никаких сомнений. Конечно же, существование Far Forout еще надо подтвердить новыми исследованиями, как собственно и определить характеристики его орбиты и основные параметры. Однако уже сейчас можно сказать, что данное открытие стало знаковым на пути пока что безуспешного поиска неизвестной девятой планеты Солнечной системы или как ее еще называют планеты Х. Многие наши пользователи задают нам вопрос о том, покинули ли Вояджеры пределы Солнечной системы. Мы отвечаем нет, не покинули. А если когда-нибудь покинут, то еще не скоро. Многие этого не могут понять, поэтому попробуем объяснить. В сентябре 2013 года было заявлено, что Вояджер-1 вышел за пределы гелиосферы Солнечной системы. И сейчас его примерное удаление от Солнца оценивается в 110 астрономических единиц, что даже меньше, чем нынешнее удаление Far Out, не говоря уже об удалении недавно открытого Far Far Out. А если учесть еще и то, что ни Far Out, ни Far Far Out на данный момент не пребывают в максимальной точке удаления от Солнца, то есть в Афелии, то можно предположить, что эта точка находится еще дальше от нашего центрального светила, еще больше расширяя примерные пределы нашей системы, даже без учета того вопроса, существует или нет полумифическая область, названная облаком Аорта. Как видим, открытие Far Far Out важно не только с точки зрения поиска планеты Икс, но также и в плане понимания и хотя бы приблизительной оценки пределов Солнечной системы. Что ж, будем ждать новых данных по этому объекту, с которыми по возможности будем вас знакомить в последующих выпусках. На этом канал VideoNews благодарит всех вас за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте. Ну и подписывайтесь на наш канал.